Все начинается отсюда с поликлинического отделения кожно-венерологического диспансера. Помещение еще год назад было отремонтировано и прием ведется в комфортных условиях. При необходимости человека могут направить в стационар. До недавнего времени он вызывал немало и нарекания к условиям содержания. Сейчас же здесь современные палаты. Врачи отмечают, что наряду с качественным лечением пациентам необходим и телевизор, и Wi-Fi. А украшенные фотографиями стены и созданные в палатах домашний уют тоже способствуют выздоровлению. Конечно, мы видим здесь вот такие изыски, хорошие, приятные мелочи, которые любого человека будут радовать. Конечно, нам бы всем хотелось бы надеяться, что и наши пациенты будут это ценить. Труд медицинских работников, вложенный как в сам процесс лечения, так и в организацию пространства, где все это происходит. Средства на ремонт выделены Министерством здравоохранения Краснодарского края. Сам процесс ремонта контролировался всем медперсоналом, вплоть до выбора цвета краски. Поэтому настроение у коллектива хорошее, все вместе создавали условия и для работы, и для комфортного пребывания здесь пациентов. А на открытых балконах, которые тоже отремонтированы, врачи рекомендуют определенной группе больных получать солнечные ванны. И мы надеемся, что здесь пациенты, в частности, с самым тяжелым распространенным заболеванием, как псориаз, а в комплексе всего проводимого лечения мы будем добавлять, рекомендовать естественные инсталляции. Это, естественно, будет способствовать более быстрому клиническому эффекту и более быстрому излечению или более стойкой ремиссии наших пациентов. В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третьей воскресенье июня, лучших из лучших сегодня наградили грамотами Министерства здравоохранения края. В целом, Сочи уделяется большое внимание развитию здравоохранения и поддержке медицинского персонала. Только за последние три года 160 медиков получили новые квартиры. Впереди еще ряд задач, в том числе по строительству офиса врача общей практики в Хостинском районе и сдача под ключ современного перинатального центра на Пластунской. Гелена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.